Так назывались соревнования бывшие чемпионат Советского Союза и в 1990 году было такое название чемпионат СНГ. Они носили отборочный характер к Олимпийским играм. Лучшие дзюдоисты стран СНГ. Было принято решение такое, что мы участвуем в Олимпийских играх под флагом СНГ. Это нечто не совсем понятное было тогда, но тем не менее соревнования такие происходили. Вот одна из первых встреч. Забегая вперед, скажу, что Сергей очень уверенно выступил на этих соревнованиях. Выиграв чемпионат СНГ, все свадки досрочно, не оставив никаких шансов своим соперникам, заявал правый участник в Олимпийских играх. Вот просто сейчас мы посмотрим динамику проведения этих соревнований. В первом круге Сергей встречается с узбекским спортсменом. Тот получает вики на встречу за наказание, за уход в парк, без проведения приема. И для Сергея эта встреча большого труда не представила. Спортсмена, который прошел такой большой опыт и готовился к этим соревнованиям очень серьезно. У него была травма, ребра, но, как говорится, таким бойцам, даже такие вот повреждения, которые бы у обыкновенного, может быть, спортсмена даже не дали права участвовать в соревнованиях, и, в общем-то, не заставляют его не участвовать в соревнованиях. Сергей был очень решительно настроен, и вот видите, удерживает победу, удерживает своего соперника в течение 10 секунд на пытание. Это первый круг соревнований. Сергей собран, он знает, что очень важно сейчас не ошибиться в этих соревнованиях. Каждый из этих мастеров, которые сейчас участвуют, способен бросить любого спортсмена. Стоит только допустить ошибку. Вот второй круг соревнований. Конечно, опыт Сергея, его уже спортивная известность, давят на соперников. Многие из них уже борются, как говорится, отчаянно, но не совсем, так сказать, с рассудком. Делают ошибки, а опытные спортсмены их используют, рационально одерживают победы. Ведь дзюдоист должен пройти, вот видите, бросок, оцененный Япон, чистая победа, повтор идет, бросок, и Сергей выходит в третий круг. Ведь дзюдоист должен пройти в течение 4-5 часов, 5-6 встреч, чтобы до выяснения, выявления победителя, чемпиона этих соревнований. И поэтому этот марафон может выдержать только тренированный, опытный и, как говорится, подготовленный спортсмен. Вот третий круг. Сергей встречается в третьем круге уже с довольно известным и сильным дзюдоистом. Сергей с ним встречался несколько лет на чемпионате Советского Союза в финале. Сергей, это дзюдоист Вишегуров из Казахстана. И вот схватка такой носила интересный характер. Ждали, что же сможет Вишегуров тогда. Сергей очень тяжелой схватки одержал у него победу. Но это прошло уже ряд лет. И сейчас Сергей был настроен побороться в полную силу. И вот у него там получилось. Я чувствую, что Вишегуров находился под прессом. Успехов Сергея. Ведь атаку делает он, довольно эффектную атаку. Сергей пытается провести болевой прием. Положение за ковром. И все начинается сначала. Первая минута не всегда такие напряженные и обоюдные. Вот бросок Сергей проводит. Бросок проводит. Повтор, посмотрите. Ошибается соперник, теряет равновесие. Сергей помог ему это сделать. И бросок. Бросок оценен чисто. И Сергей уже выходит в четвертый круг соревнований. Это уже встреча за выкат финал. На таком уже союзном уровне. Неожиданности, как правило, бывают. Но круг лучших дзюдоистов уже специалистам и самим дзюдоистам известен. И участвуя в весе по 70, по 60 человек, реальные лидеры, они уже, как говорится, просматриваются. А вот встреча с Артуром Аркаряном. Соперник помладше Сергея на три года. И в прошлом был перспективный юниор, от которого ждали, в общем-то, больших успехов. Не раз они встречались на соревнованиях. Успех всегда был на Сергея стороне. Но Аркарян, боец, он пытается, как говорится, попытаться свое счастье. И провести те приемы, которые он умеет хорошо делать в борьбе с Сергеем. Хотя понимает, что это непросто, что это, в общем-то, очень сложно. Видите, какая атака. Эффектная атака. И Сергей защищается только так, как он может защититься. Многие дзюдоисты, пропустив начало такого приема, пропустили бросок. Но вот эта реакция, вот эта пластика Сергея позволяет ему уйти от атаки. И сам готовит, готовит свой бросок. Маркарян очень напряжен. Видите, еще одна атака Маркаряна. Эта атака не имеет оценки, но она имеет преимущество, если в случае, когда не было бросков, вот такие броски идут в зачет. А вот уже Сергея атака. Бросок довольно эффектный, но концовочка не завершена, и поэтому он не имеет солидной такой оценки. Артур Маркарян, вот бросок, а вот это уже бросок оценивается Япон. Вот этот бросок, подсечка, быстрая подсечка, плотная и на спину, под контролем. Вот этим броском Сергей завершил встречу с Артуром Маркаряном. И вышел в финал. Я хотел сказать, что Артур Маркарян успешно выступает по борьбе с самбо, является чемпионом мира по борьбе с самбо. Но специфика дзюдо, это другая специфика уже. Дзюдо является олимпийским видом спорта. Ну а это финальная встреча. Сергей встречается с грузинским дзюдоистом. Этот спортсмен также известный был в СНГ. Многократно встречались на сборах, на соревнованиях. И сейчас уже, как говорится, никаких разведок. Сразу борьба идет. Каждый нацелен, у каждого своя задача. Грузинская школа дзюдо известная. Это одна из сильнейших в Европе и в мире дзюдоистская школа. И поэтому ребята агрессивны всегда и очень активны в своих действиях. Борются всегда за призовые места. Вот видите, Сергей принуждает его сделать ошибку. Задача заставить ошибиться соперника. В плотной борьбе за захват заставить ошибиться и провести свой прием. Здесь дзюдоист очень собран и преследует свои цели. Не отойти от своей манеры борьбы. Вот атака, хорошая атака. Но она также оценки не дает. Сергей сбивает. Вот тут Сергея коронные приемы начинаются. Которые он всегда успешно пользуется. При вот таких ситуациях обрабатывает Сергей в партии. И проводит болевой прием. Вот смотрите, соперник сдается. Победа. Сергей становится чемпионом СНГ. И открываются горизонты. Еще раз посмотрим. Накат и ворот. Рука захвачена. Специалисты понимают, что это не так просто. Но сделано очень технично, эффектно. И сдача соперника, который, конечно же, не хотел сдаваться. И, конечно же, хотел побороться за золотую медаль. Но мастерство, конечно, Сергея было убедительным. Звание СНГ чемпиона давало путь прямой подготовки к Олимпийским играм. Задача была выполнена. Конечно, беспокоила тогда Сергея Вибро. Видите, такой большой радости внешне он не выражал. Всегда сдержанный спортсмен в таких моментах. Но, конечно, внутреннее удовлетворение было, что вот этой схваткой был завершен турнир чемпионата СНГ. Поэтому вот этот ритуал исполняется, когда заканчивается соревнование. Ну, и впереди награждение. И, конечно, чувство такое, что, в общем-то, сделана большая ответственная работа. Задачи ставились олимпийские. И хотелось, и достоин Сергея был. Видите, друзья там уже поздравляют так. Профессионально издержанно. Это все те утешают. Олимпийский чемпион Хабарелли утешает грузинского дзюдоиста. Что, в общем-то, в этой встрече для тебя, конечно, сложно было победить. И будущее у тебя еще есть. За одними соревнованиями идут другие соревнования. Вот чемпион Европы Березницкий подходит к Сергею. Мальцев Олег. Многократный наш заслуженный человек. Дзюдоист. Ну, и тренеры поздравляют друг друга. Это успех российского дзюдо. После распада СССР мы уже были готовы тогда выступать и считать очки, медали, которые завоевывали российские дзюдоисты. Все прекрасно знали, что после Олимпийских игр мы уже будем выступать в разных государствах. И поэтому вот эта ситуация давала очень большое напряжение при отборе к Олимпийским играм. Вот здесь дзюдоисты. Это москвич Житков. Призер чемпионата СНГ. Ну, вот уже идет награждение нашего Сергея. Мастера спорта международного класса из Нинусинска. Многократного на то время уже призера европейских чемпионатов, двукратного призера чемпионатов мира и победителя очень многих престижных международных соревнований по борьбе с дзюдо. Город Рязань встречал и проводил чемпионат СНГ с российским хлебосольным таким радушием. Соревнования шли очень допоздна. Вот сейчас в зале народу мало. Было около 12 часов вечера уже. Ночи заканчивались соревнования. Большое количество участников участвовало в отборе к Олимпийскими играми. Поэтому соревнования начинались рано. С 8 часов утра начиналось завешивание до 9. И с 11 часов начинались поединки, которые проходили до 12 часов ночи. Нагрузка очень большая. И спортсмены очень уставали. И было тяжело хозяевам в организации. Сложное в это время, когда тысячи людей нужно было встретить и создать им условия для проведения соревнований. Скромные российские награждения. Но главной наградой для спортсмена был тот шаг, который он делал, той цели, которую себе ставил, ради которой участвовал в соревнованиях и тренировках, порой изматывающих, которые шли одна за другой, сборок, которые носили форму, конечно, большого профессионального труда. Это завод «Гусь-Крустальный» из России выделил призы чемпионам и победителям соревнований. И хрусталя на этих соревнованиях хватало всем. Были спонсоры в виде заместителя-директора по коммерческой части. Он участвовал. Ну, награждение тренера-чемпиона приятно от своего соперника. Это тренер Юлия Соколова. С которым Сергей очень много соперничал. Чемпион мира, заслуженный мастер спорта. Сильнейший дзюдоист был мира. Ну, это уже усталые, но довольные призеры и победители соревнований. Сергей, видите, даже шутит. Покидают. А это показан. Посмотрите на этих пожилых, уже взрослых людей. Это бывшие звезды советского дзюдо. Это легендарные дзюдоисты. Чемпионы мира, Европы. Многократные и известные на весь мир дзюдоисты. А это Атарик Вантеришвили, президент фонда имени Яшина. Вот он вместе с Петром Степановичем Богдановым, генерал-полковником КГБ, проводит награждение лучших дзюдоистов Европы. Мира, то есть ветеранов нашего дзюдо. Петлицерий, четырехкратный чемпион Европы. Это легендарная личность нашего дзюдо. Это Хабарелий Шата, олимпийский чемпион. Вот видите, хрустальные награды. Ну, это приятно. Просто ветерану спорта, отдавшему много лет здоровья этому, принявшему большую славу. Просто знак внимания получить тот, что, в общем-то, о нем не заветали. Песняк, белорусский дзюдоист. Это один из техничнейших дзюдоистов своего времени. И таких было, ребят, приглашено. Валерий Девисенко из Брянска, финалист чемпионата мира. Один из тренеров сейчас в Брянске под дзюдо. Абит Бекташев, это тяжеловес. А вот мы уже сейчас находимся на сборе в Подольске. Сбор идет к олимпийской подготовке. Это утреннее такое построение. И все те ребята, которые участвуют, как спортсмены, претендующие на участие в олимпийских играх, и как и спортсмены, которые помогают в подготовке этих лучших дзюдоистов СНГ. А тенниерский коллектив. Работа предстояла очень большая, ответственная работа. И, конечно, мы реально представляли силы своих соперников и сами строили свои планы на медали. Забегая вперед, можно сказать, что выступление сборной команды, конечно, было успешным. Две золотые медали. Завоевали дзюдоисты сборной команды бывшего Советского Союза и нынешней команды СНГ. И Сергей, конечно, Космынин, вот один из тех ребят, кто претендовал, и всех федераций рассматривали как одного из претендентов на олимпийское золото, на олимпийские медали. Вот утреннее такое планирование, прогулка. И дальше начинается та работа, которая давала подготовку к этим олимпийским играм. Вот установки ребята получают. Это где-то около 8 часов утра. Прогулка идет. Она подольская база, олимпийская база. Это в России, в Подмосковье. И вот тот день, который, в общем-то, и отнял у Сергея в 92-м году возможность побороться за олимпийские медали. Казалось бы, шло все нормально. Спортсмены готовятся, массажисты готовят. Много, конечно, тех микротрамм, которые нужно размять, растереть, подготовить, защититься. И впереди стоял рабочий трудовой день. Оставалась буквально неделя до выезда на Олимпийские игры. И шли тренировочные занятия. Обыкновенные тренировочные занятия. Состав уже был определен. Ясно было уже, кто в каком рисовой категории едет на Олимпийские игры. И вот видите, снимались уже, как говорится, на память сборная команда дзюдоистов и обслуживающий персонал. Я вижу врачей, вижу массажистов. Это вот тренингский коллектив и из Грузии, и из Дагестана дзюдоисты. Олег Мальцер, Вараев Шарип, Алиев. Будущий чемпион Олимпийских игр Назим Гусейнов мелькнул в кадре. После этого вот такого ритуала и, как говорится, фотографирования началась тренировка. Вот внизу олимпийский чемпион будущий, Кахалешвили, Давид. А эти дзюдоисты известны в Советском Союзе. Те, которые помогали готовить. Они уже сами, как говорится, не в этом олимпийском цикле не претендовали на участие. Но опытные, высококлассные дзюдоисты помогали своим товарищам подготовиться для участия в крупнейших соревнованиях четырехлетия спортивного. Конечно, ситуация требовала на полную подготовку, зная, насколько серьезны наши соперники из Японии, из Кореи, из Франции, из Германии. И дзюдо сейчас на современном уровне носит очень популярный такой характер. Три страны, три вида спорта, в том числе и дзюдо, имеют федерации во всех странах мира. И поэтому мировые форумы, где представлены дзюдоисты разных школ, разных континентов, это и латиноамериканские. Вот та встреча, вот та встреча, в которой Сергей, борясь обыкновенную тренировочную встречу с дзюдоистом, мастером спорта из Челябинска, выполнял чисто тренировочную задачу. И вот ошибка, и, в общем-то, как говорится, Сергею не важно было итог этой встречи. Он мог проиграть, мог упасть. Но вот видите, вот это падение, вот этот удар, который получил сейчас Сергей, вот видите, повторяю этот удар, Сергей пытался, конечно, где-то потерпеть, но видите, все, рука отказала. Оторвана была связка, нарушен был сустав. И та неделя, которая оставалась до старта Сергея, конечно, шансов было залечить травму эту мало очень. Но нужно было ехать, нужно было пытаться участвовать. И вот, конечно, можно понять дзюдоиста, который был великолепно подготовлен. Форма у Сергея была спортивная, может быть, как никогда хорошая была. Но основная рука, вот его, опорная левая рука, отказала функционировать. В течение 9 дней упорно лечили, ставили там уколы, делали там компрессы. Но болевой эффект прошел, но рука не могла работать на полную. И участие в Олимпийских играх уже превращалось в характер неопределенности. Либо бороться, но бороться как? То есть поездка была туда, подготовка к схваткам. Сергей пытался, пытались помочь ему, поставили обезболивающие уколы. Но если боль убрали, то не дали возможности руки работать. И Сергей вышел на татами, отборолся. И когда мы посмотрели жеребьевку, то вот уже Олимпийские игры идут. Это атмосфера Олимпийских игр. Она заряжала на результат. Но когда Сергей вышел, когда пытались ему там обезболить эту руку, он уже ничего не смог сделать. Схватка с болгарией наносила чисто спортсменом, с которым Сергей встречался, с десяток Раснера и всегда побеждал его. И причем побеждал, как правило, чисто. Он уже доборолся эту встречу. Если не упал ему, то, в общем-то, где-то был менее активный. И, в общем-то, судьи отдали встречу эту болгарину. А Сергей выбыл из соревнований. И даже бы он прошел эту встречу, положим, выиграл бы, собрался где-то. Выдержать турнир в пять Олимпийских встреч с такой травмой, конечно, было нереально. Это все понимали. Где-то, может, и сам Сергей понимал. Вот он, кстати, сидит на Олимпийской трибуне. Еще пока за день перед соревнованиями и, как говорится, пытались им и дух поднять тренеры. Но, в общем-то, судьба распорядилась вот таким образом. Олимпийские игры – это соревнования, которые выше любых соревнований. и мировых, и европейских. Не по самому составу. Это участвуют, как правило, в общем-то, те же дзюдоисты, что и на чемпионатах мира. Но сам тот накал, сама-то атмосфера спортивности, которая, она наносит очень сильное такое, эмоциональное. Вот посмотрите, испанские болельщики, каталонцы, поддерживают своих дзюдоистов. Испанские дзюдоисты имели немного шансов, когда их любимец Руиз проиграл. А это уже пейзаж. Апрель месяц, подольская база, мы готовимся к чемпионату Европы в Афинах. И вот в один из дней пошел невероятный снег, который засыпал буквально все, вы это видите. И наша команда на построении быстро превратилась в зимнюю команду. Но что делать? Тренировка не отменяется. Спортсмены через два дня уезжают в Афину на чемпионат Европы. И вот сборная команда наша стоит. И это уникальные кадры, климатические условия, из которых мы уезжаем и куда мы приезжаем. Снег, конечно, растаял в течение первого полудня, первых часов, но было очень необычно. Главный тренер команды дает. А вот Сергей проходил медицинское обследование и готовился к Европе очень серьезно к этой. Сергей уже четвертый раз участвовал в чемпионатах Европы. И имел медали и серебряную, и две бронзовые медали имел. И вот сейчас нацелились на более высокие такие, золотую медаль побороться. Хотя после Олимпийских игр было довольно тяжело Сергею и остаться в спорте. Залечил травму, время ушло около полгода на это. Но, в общем-то, еще чувствовался потенциал спортсмена. Было желание побороться в большом спорте. Ну и готовились упорно. Прогулка, как в январе. Вот стадион Олимпийский и великолепная беговая дорожка синтетическое покрытие к Олимпийским играм. Вот спортивный комплекс сам по себе. А вот уже это наш молодой был перспективный сейчас действующий спортсмен Евгений Карпухин. А это уже Афины. Автобус из аэропорта доставляет нас в гостиницу. Резкий контракт, контраст между Снежным Подольском и Солнечной Грецией. На наши записи иностранные наши друзья реагировали очень интересно. Но команда устала. но все опытные дзюдоисты все знают куда и зачем они едут. А это уже наши спонсоры президент федерации Челябинска. Это Евгений Печуров известный дзюдоист. Кто спит кто ну а это Светлана Гундаренко дзюдоистка номер один в России. Ее всегда с большим интересом встречают журналисты всех стран спортивных. Проезжаем по таким историческим местам. Акрополь впереди куда ребятам предлагают и они сами настроены сходить побывать после соревнований. Программа очень насыщенная. Это в первую очередь конечно напряжение предсоревновательного старта. а это знаменитый финский стадион. Это стадион на котором прошли первые Олимпийские игры и который до сегодняшнего дня находится в блестящем состоянии и принимает всех туристов и гостиница впервые сборная команда России участвует под флагом Российской Федерации. И вот они наши лучшие дзюдоисты Олег Мальцев Сергей Космынин Евгений Печуров это уже опытные дзюдоисты все международного класса призер Олимпийских игр Дмитрий Сергеев в холле и гостинице где начинаются встречи наших бывших коллег по СНГ с изменением нашей структуры от сборной команды Советского Союза раньше приезжало 7 дзюдоистов вот чеченские ребята которые за Турцию выступают встречаются с нашими ребятами стало выступать от всех стран уже около 70 дзюдоистов и естественно что такое появление на мировом европейском татаме большого количества высококлассных дзюдоистов внесло изменения свои и в награждении в борьбе за медали первый первый год около 50% медали было завоевано дзюдоистами бывшего Советского Союза ну а дальше вот виды из гостиницы на Афины конечно чистота воздуха большого города поражало что нет труп нет дыма нет копоти и даже прибежаться кросс по казалось бы очень такой насыщенной машинами дороги не представляло труда и не чувствовалось вот такой гарри там запаха но спортсмены настроены тут ребята уже очень опытные которые действительно уже и весь мир объехали и боролись на самых таких ответственных соревнованиях все нацелены чемпионат Европы это очень высокий большой спортивный форум где около 60-70% лучших дзюдоистов мира готовятся оспаривать вот парад открытия Греция страна не дзюдоистская то есть дзюдо там вид спорта который развивается но не носит вот такого массового характера положим как во Франции как в Германии как положим в Кореи в Японии и других странах но они с большим интересом развивают его и в общем-то успехи определенные есть поэтому среди зрителей в общем-то находилась ну основная масса это специалисты любители вот показаны организаторы судейские бригады дают клятву на то что будут проводить соревнования честно и и будут содействовать развитию дзюдо развитию дзюдо и я скажу что уровень европейских соревнований судейства очень высокий вот Сергей борется в первом круге с финским дзюдоистом и он проводит удержание захватив руку очень жестко на болевой прием видите даже не уходит он не просто не уходит он не может уйти ему болевое ощущение и в локте и в плече заставляет его лежать спокойненько вот видите робкие попытки и сдаваться вроде неудобно все таки вот он сдался и видите очень жесткий захват Сергей выполнил второй круг соревнований бросок оцененный на вазаре Сергей проводит очень мощно прием называемого удержания видите как он прихватил отключил полностью голову очень жесткий цепкий такой захват который сопернику даже не позволяет собраться и попытаться уйти инициатива вся на Сергея стороне видите и он уже в общем-то дожидается гонга у него нету шансов уйти Сергей настроен был за борьбу на первое место а вот третий круг соревнований а это повторение ситуации повторение ситуации бросок зацепом изнутри это прием очень высоко в дзюдо оценивается и контрольное удержание в партии соперников мысли их знали в подгруппе Сергей встречался с Квемальцем по сожалению эта схватка не попала сюда с этим дзюдоистом который выиграл чемпионат мира уже тогда и в будущем стал олимпийским чемпионом она проходила всего 20 секунд Сергей бросил его через грудь выиграл эту схватку самую сложную схватку и вот Сергей уже встречается готовиться встретиться за выход в финал с нашим бывшим членом сборной Советского Союза из Кишинева Федором Лазаренко соперники они старые Федор Лазаренко очень знает хорошо Сергея он помогал Сергею готовиться и к олимпийским играм и чемпионатам мира и Европы на сборах в этой весовой категории и поэтому схватка носила такой как говорится характер когда можно ожидать все и Лазаренко был настроен на за борьбу за выход в финал сегодня Лазаренко живет проживает в Канаде борется за сборную Канады схватка пошла по такому неожиданному пути началась обоюдная борьба и Лазаренко сумел провести вот конприем будет видно сейчас как движение он вот они будут двигаться и Лазаренко проведет прием который оценится оценится борьба идет за захват Лазаренко понимает что если он отдать Сергею его захват то очень сложно ему будет устоять очень сложно и вот такой видите атака Лазаренко уходит в партер а вот видите вот она эта подсечка которую Лазаренко провел получил оценку Юка и повел во встрече но зная характер Сергея бойца до последней секунды встречи Федор понимал что сейчас будет Сергей идти вперед и Сергей идет вперед опять ошибается торопится не подготовил бросок и Лазаренко опять делает конприем получает уже высокую оценку в Азари в Азари Юка на стороне Лазаренко и впереди три минуты встречи три минуты встречи Лазаренко отчаянно бьется делает еще ряд таких попыток провести бросок видите сложное такое падение взаимная атака такая она не оценивается но а вот бросок бросок Сергея он далековато немножко но посмотрите какой полет и он судья оценивает его на Япон и Сергей выходит в финал второй раз в финал чемпионата Европы и финал это уже следующая задача Сергей финал уже не устраивал серебряная медаль уже была встречался Сергей также с нашим бывшим дзюдоистом СНГ с зеленым из Латвии такие знаменитые дзюдоисты как Квемальц они остались позади и участвовали в утешительном турнире и вот это финальная встреча она с точки зрения мастерства для Сергея не представляла такого очень большого труда но соперник молодой очень решительный и он ничего не теряет проиграв Космынину он сохраняет имидж своего перспективного дзюдоиста на прошлом чемпионате он также был вторым зеленым в общем-то опытный дзюдоист и конечно он будет пытаться совершить такой свой спортивный подвиг выиграть у такого дзюдоиста и он все для этого сделает Сергею нужно было быть собранным как говорится и реализовать только то свое мастерство которое он имеет что бывает непросто вот видите опять Сива проводит атаку получает оценку Кока это маленькая оценка которая ему дает преимущество и в случае если бросков не будет это победа но сватка только начинается Сергей готовит броски навязывает свой рисунок встречи вот атака которая дает Сергею уже оценку оценку такую же сватка идет равная соперник Сергей нарушает правила уходит статами получает предупреждение получает предупреждение и это предупреждение вот атаку он пропускает еще одну и уже преимущество на Сергея стороне преимущество в общем-то для такого дзюдоиста как Сергея значительное повтор этого движения и я по рисунку встречи понял что Сергей поставил себе цель эту сватку грамотно довести конца не рисковать вот она победа победа в чемпионате Европы впервые за 4 чемпионата Европы Сергей завоевывает это звание становится чемпионом Европы вершины европейские покоряются ну и вот видите победа Сергея ну а впереди впереди вот маленькое интервью раздевалки сразу Сергей был очень усталый очень забиты сильно у него были руки но тем не менее в общем-то удовлетворение было что подготовка прошла недаром что год который ушел на восстановление после олимпийских игр и дал результаты свои рубеж покорился и с этого рубежа уже начинали строить путь третье олимпийское четырехлетие это небывалая конечно в истории в общем-то в биографии многих дзюдоистов три олимпийских цикла пройти очень трудно и в общем-то ставили такую задачу вот смотрите Кремльс стоит рядом с Сергеем и вся шестерка лучших дзюдоистов Европы ну вот видите и наш дзюдоист из Минусинска в общем на верхней ступеньке пьедестала почета чемпионата Европы Кремльс конечно будущий олимпийский чемпион очень высокого класса дзюдоист национальный герой германского дзюдо на сегодняшний день самый титулованный дзюдоист Германии за последние может быть 10 или 15 лет ну вот Сергей получает все то что положено чемпионы и кубок и звание и удовлетворение ребята друг друга очень хорошо знают уже они могут как говорится и поприветствовать друг друга и как-то объясниться на дзюдоистском языке ну в Афинах получать в стороне первых олимпийских игр действительно спорт на очень высоком уровне на высоком почете ну это прогулка уже по этому стадиону мы не могли на этот стадион не прийти и очень мы уезжали очень рано утром а потому поднялись еще раньше пришли на стадион вот видите люди жители делают зарядочку вот один из них из этих предков знаменитых греков вот поражает ухоженность этого старого и капитальность этого сооружения ну это вид на Акрополь со стадиона тут подъезжают автобусы туристы со всего мира заходят посмотреть на это действительно уникальное историческое сооружение и студенты института или академии физической культуры Афин вот будут видны там во время там своих учебно-тренировочных занятий это все что было сделано 300 лет до нашей эры сохранено даже не чувствуется что оно ремонтировалось но находится в блестящем состоянии имеет превосходный внешний вид кресло императора который приветствовал олимпийцев в этом ложе ну не возбраняется и посидеть прочувствовать историю может быть через много лет посмотрев эти кадры а сейчас чемпион Европы 93-го года Сергей Космынин мастер спорта международного класса из Минусинска совершает историческое такое турне по этому стадиону время конечно поджимало через два часа самолет а вот эти ребята с академии я поинтересовался это будущие тренеры будущие преподаватели физического воспитания на стадионе по этим стадионом пойдем ну они наверное посмотрим давайте покажем нашим студентам тени ребята а это доска где такая историческая где история всех олимпийских игр самого значит и вот корейские туристы показывают что вот смотрите Сеул место проведения олимпийских игр начиная вот значит уже современные с 96-го года того века до значит столицы перечислены где страны где вернее города перечислены где проводились эти игры и года и вот Москва есть 1983 год Москва пожалуйста вот и Сеул 88-го года вот ну Сергей с его товарищем и мы вместе зашли в один из киосков где ребята после таких соревнований конечно а это уже в магазине где спортсмены чемпионы решили немножечко свой гардероб подправить очень красивые туфли купили на будущий маленький магазинчик такой где очень радушный хозяин тут давал все примерить все попробовать можно даже не покупать но тем не менее видите вот ребята уже что-то там приобрели это и жен не забыли аэропорта города чемпионат европы закончен гостиница аэропорт и домой приятно возвращаться с хорошим результатом обрадовать болельщиков друзей аэропорт афин таможня это все уже идет своим чемпионат а это уже мы в Канаде чемпионат мира 1993 года такси выдалось минутка времени и решили съездить посмотреть седьмое чудо света Ниагарский водопад поездка сама по себе была организована импровизирована хороший автобус пересели в такси и вот мы на водопаде впечатление грандиозное хочется быть там дольше чувствуется такая ухоженность чувствуется что это действительно настоящее место центр такой туризма отдыха и конечно сам водопад явление природное это какая-то разрядка отвлечения перед будущими состями ребята остались в гостинице завтра выступать соревнования поэтому вот они сюда уже с нами не могли поехать нужно хорошо выспаться был долгий перелет более 8 часов затем 6 часов автобусом по Канаде от аэропорта Хитроу до города где мы будем выступать ну а мы пока тренеры руководители имели возможность такую в течение по-месли часов побыть сесть на пароходе который вы сейчас видели внизу подплыть к самому водопаду посмотреть это чудо поближе осветиться конечно не забываем таким зрелищем организация всех туристических предприятий на высочайшем уровне начиная от всей техники безопасности от костюмов от самого корабля из всех стран языки самые разнообразные вот наш челябинский тренер фотографирует и его фотографирует а это уже открытие чемпионата мира вчера буквально 12 часов назад в этом дворце спорта закончился хоккейный матч НХЛовской лиги а сегодня вот уже через 12 часов льда нет лежит татами и идет парад открытия чемпионата на котором собрались более 80 стран и идет торжественное открытие этого турнира такой турнир проводится раз в два года поэтому в мире дзюдо это большое событие национальные команды этих 80 с лишним стран принимают участие и в открытии соревнований среди них и наша уже команда России впервые команда России принимает участие отдельной командой после олимпийского турнира 92-го года в Барселоне Россия выступает самостоятельно и естественно что все изменения в жизни страны сказываются и на подготовке спортсменов и на возможностях выступать нашей сборной команды на таком высочайшем уровне конкурентами по-прежнему претендентами остаются те страны которые были ранее это японцы во-первых корейцы французы немцы и отдельные спортсмены из многих других стран в том числе уже и стран СНГ это России Грузии Казахстана Узбекистана и так далее Весь церевониал продуман организован и когда находишься там проводят впечатление уже такого слаженного отработанного мероприятия спорткомплексы оснащены и кондиционерами и всем тем что нужно для спортсменов для тренеров для судей чтобы чувствовать себя комфортно ну а для спортсменов и тренеров самое главное это то что будет впереди Сергей готовился и мы уже и предполагали где-то что это последняя старта Сергея весовой категории до 45 килограммов приходилось сгонять большое количество веса около 9 килограмм Сергей сгонял в этой весовой категории и очень тяжело проходила подготовка поэтому первую круг соревнований мы ждали говорится настороженно как пойдет подготовка как будет себя чувствовать спортсмен и вот эта встреча первая она к сожалению тут не очень пленка неудачно попалась она пошла очень напряженно соперник был наш бывший казахстанец молодой спортсмен в общем-то спортсмен более низкого класса но он уже показывал себя на чемпионате на первенстве группы среди молодежи в общем-то и дерзкий такой спортсмен он сумел провести атаку получить даже оценку но мастер есть мастер и Сергей вот повтор делаем провел красивейший бросок оцененный на япон этот бросок даже вошел в альбом 101 япон этого года и вот Сергей выходит во второй круг соревнований где ему пришлось встречаться вначале с финским спортсменом а далее Сергея ждал соперник из Монголии очень такой неудобный спортсмен вот Сергей делает бросок на первых же секундах и проводит эффективный болевой прием в первой встрече были очень тяжелы сказалась подгонка Сергей тяжело восстанавливался и все-таки вот выиграв в третьем круге стало понятно что Сергей способен бороться за медали этого чемпионата вот он болевой прием еще раз показываем бросок перевоз партер и такая технически грамотная обработка соперника на болевой прием атака удалась Сергей побеждает чисто досрочно сэкономил естественно сил и в следующей встрече встречается за выход в финал с чемпионом Европы швейцарцем Борном к сожалению в этой встрече Сергею не удалось победить и в упорной такой обоюдной борьбе сказывалась конечно вот эта длительная подгонка и усталость предыдущего олимпийского цикла Сергей проиграл эту схватку выходит конечно хотелось в той встрече одержать победу но и спортивное счастье и как говорится подготовка была на стороне его соперника а эта встреча уже за бронзовую медаль встречается с бельгийцем лацем призером олимпийских игр и опять схватка пошла не по сценарию Сергея пропускает он бросок высокая оценка в азаре и первые 2-3 минуты лац всю схватку эту имел преимущество Сергей шел в атаку а лац перехватывал инициативу сказалось подгонка скорости не хватало соперника пережал и получал оценки за броски причем оценки высокие это оценка в азаре вот сейчас видно Сергей готовит прием видите и он не успевает оценка бельгийцу юка вот уже преимущество увеличивается Сергей идет идет в атаку и то напряжение которое он предложил даже лац лац не выдержал стало чувствоваться что он начал уставать и все чаще и чаще он отдавался начинал отдавать Сергею его захват вот небольшая такая оценка Кока Сергей выведение страны а вот бросок бросок и чистая победа неожиданный хлесткий бросок быстрый реакция была конечно очень сильная публики а вот сам Сергей чешет голову весь ободранный весь тяжелый но конечно имеющий какое-то удовлетворение бронзовая медаль третьего чемпионата мира это очень высокое достижение это высочайшая стабильность спортсмена выступать на таком уровне а вот и педестал почета это опять Кремльц и Сергей становится бронзовыми призерами и первое место занимает японец Намура с швейцарцем да радость японца и удовлетворение призеров вот он соперники у нашего конкурента из Германии следующий год был удачный выиграл чемпионат мира выиграл олимпийские игры помоложе Сергея на два года в общем-то и спортсмен очень высокого квалификации но это уже мы находимся в Польше город Гданьск Польша чемпионат Европы 1994 года приветствует российскую команду красивый уютный город великолепный спортивный комплекс и как всегда жесткая мощная конкуренция всех весовых категорий Сергей удачно выступал в предыдущий год весовой категории до 71 килограмма выиграл чемпионат России отборочные соревнования и на чемпионат Европы приехал уже в новой другой весовой категории 71 килограмм а это парад открытия более 50 стран около 60 стран принимало участие в этом чемпионате Европы география в Европе громадная даже сложно запомнить и эти страны все как говорится сразу представить это маленькие государства до 50 тысяч там с населением до таких европейских государств как Франция Германия Италия и так далее естественно что уже в европейской группе участвуют и наши европейские государства Украина Белоруссия и Россия и Прибалтика и Украина и также весь Северный Кавказ Армения Грузия Азербайджан но это та программа открытия соревнований которые предложили гости много было на открытии людей представляющих государство государственную власть в Польше первые люди участвовали на этих соревнованиях олимпийского чемпиона поляка легеня призер олимпийских игр и чемпиона мира Кубацкого было большое торжество по этому поводу и мы были свидетелями о том как в Польше хорошо относятся к спорту в том числе к дзюдо ребята жили в академии спортивной это громадный комплекс большая территория насыщенная спортивными комплексами стадионами и медицинскими центрами всевозможной направленности все то что нужно для подготовки спортсменов на сагом высоком уровне Польша много лет дзюдо выступает удачно и всегда польские дзюдоисты поднимаются на самые высокие ступеньки кедестала почета это как раз флаги вот говорят о тех странах которые приняли участие ну а это уже самое основное это чемпионат Европы жеребий Сергея свел в первой встрече с дзюдоистом из Эстонии высоким таким не очень удобным спортсменом впрочем на такого уровня соревнований как правило слабых не бывает любой борец способен на самые решительные действия и способен держать над любым победу и поэтому нужно быть предельно собранным и предельно четким вот этот турнир для Сергея оказался наиболее удачным успешным из всех шести чемпионатов Европы на которых он выступал и завоевал к тому времени уже одну золотую одну серебряную и три бронзовые медали вот тут видно атакующее действие которое Сергей проводит борьба идет за захват за свой Сергей собранный вес он не подганивал был неплохо готов и мы ждали в общем-то от него выступления на спортивный хороший результат вот идет борьба за захват видите соперник в этом весе очень высокого такой просто борец Сергей выполняет свой захват сейчас посмотрите будет конприем который Сергей выполнит выполнит блестяще ошибок он не делает он бросок контроль и судья отмахивает япон чистая победа и Сергей выходит в следующий круг соревнований жеребий свел так Сергея что ему пришлось и во втором круге соревнований вести было около 38 участников с финалистом прошлогоднего чемпионата Европы весовой категории до 71 килограмма нашим бывшим советским дудаистам Паладовым из Азербайджана молодой спортсмен финалист прошлого чемпионата Европы естественно он и опасался Сергея и в то же время молодость она всегда дерзает связывал какие-то надежды для встречи но Сергей очень четко своего соперника определил направление с ним борьбы и вот тот бросок который Сергей провел был очень техничный и очень быстрый на первой минуте он его сумел подготовить и конечно этот прием был оценен очень высоко чистая победа бросок буквально на первой минуте Сергей держал эту победу за 20 секунд за 20 секунд броском победил Сергей и вышел в третий круг соревнований это уже четверть финал это уже ближе к медалям а вот и третья встреча Сергей встречается с хозяином поляком это молодой спортсмен который эффектно прошел две предыдущие отборочные встречи победил экс-чемпиона Европы финского дзюдоиста и вот с Сергеем у него начался поединок финбурится в левой стойке вот видите первый бросок Сергей провел техничный красивый бросок оценка его довольно высока судей судей я считаю немножко заниживают оценку оценка юга дается но бросок выполнен технично быстро выполнен и в общем-то как говорится чувствуется что и стены немного помогают встреча продолжается борьба идет Сергей с этим спортсменом не встречался поэтому в общем-то схватка такая со стороны поляка осторожная а Сергей навязывает свою борьбу эта встреча носит принципиальное такое значение выиграв ее Сергей получает возможность бороться за выход в финал и попасть в финал и бороться за золотую медаль если Сергей проигрывает эту встречу то он будет участвовать в учительном турнире и будет у него возможность бороться только за бронзовую медаль но бронзовая медаль уже его явно не удовлетворяла атака неудачная поляка Сергей хорошо защищается пытается обработать в партии но захват не получается и вот на следующей буквально минуте Сергей перехватывает инициативу поляк все-таки отдает захват Сергею атака Сергея пытается в партии Сергеева обработать довольно четко скандируют трибуны очень большая поддержка дзюдоистов из Польши у них очень ряд есть таких известных и высокого мастерства дзюдоистов с которыми поляки связывали связывали и на чемпионате Европе и на чемпионате мира надежды и вот идет четвертая минута встречи Сергей пытается закрепить преимущество свое поляк пытается провести вот прием также неудачно и вот сейчас Сергеев выполнит бросок сделает бросок который действительно был очень эффективно красив борется спокойно уверенно чувствует что он сейчас встречу контролирует смотрите захват идет движение выведение бросок эффектный бросок естественно это чистая победа вопросов тут уже ни у кого не вызывали сомнения это движение и стены уже тут были бессильны Сергей выигрывает эту встречу и борется за выход в финал ну а за выход в финал мы ждали что Сергей встретится с очень таким известным венгерским дзюдоистом но это вот уже люди которые организовывали и украшали тут турнир ждали мы встречу с серебряным призером олимпийских игр Хайташем но жребий так распределился что Хайташ проиграл Чеху вот которого мы сейчас видим на экране чехословацкому дзюдоисту борцу которому так же как и Сергею уже под 30 лет опытный спортсмен высоко на чемпионате Европы не поднимался очень рассчитывал на ту возможность которую ему тут предоставилось на этом турнире Сергей с ним раньше тоже не боролся но предыдущие готовились встречами я наблюдал за разминкой этого спортсмена он очень тщательно готовился очень энергично разминался и чувствовал что пойдет в атаку сразу и будет бороться за выход в финал с полной отдачей вот Сергей собран настроен его для него это та встреча которая дает ему путь бороться за золотую медаль чемпионата Европы встреча началась и я скажу что Сергей нашел ключ быстро к этому сопернику это было чувствовалось потому что соперник начал отдавать Сергею захват а у дуис от такого уровня выигранный захват это уже как правило атака атака которая приносит преимущество Сергей делает первую попытку такую она была близка но потерял контроль с захватом соперник удержал равновесие и встреча продолжается соревнования были и принципиальны в том что впервые российская команда мощно выступала на чемпионате Европы и в конкуренции в командном первенстве с французами мы имели сегодня после первого дня соревнований шанс закрепить преимущество в случае успешного выступления Сергея и опередить их в командном первенстве а неофициальный командный подсчет он идет всегда между такими юдейскими державами как Франция Германия Россия в финал с другой стороны вышел французский дзюдоист и вот Сергей сейчас выигрывает эту встречу то он получает возможность сразиться вот атака очень красивый прием на спину высоко ноги взлетели арбитры из Беларуси почему-то показывают Вазари один боковой показывает Япон и в общем-то оценка дается Вазари это пол победы это высоко в общем-то довольно хорошая оценка но встреча продолжается и видите Чех напор усиливает его тоже это не устраивает ситуация естественно что дзюдоист проигрывающий всегда старается восстановить равновесие и идет в атаку более агрессивно вот Сергей его сдерживает хорошо контролирует захватом защищается и я знаю Сергея зная Сергея зная манеру его борьбы и предполагал что он не остановится он будет идти на бросок он должен закончить эту встречу более эффективно вот Чех провел атаку введение равновесия и схватка несет более обостренный такой характер а вот бросок скручивания бросок и оценка Вазари Сергей удержание проводит дальше контролирует Вазари это еще полпобеды два Вазари чистая победа и Сергей в финале Сергей в финале второго чемпионата Европы встречается с французским дзюдоистом вот тут будет определяться и как будет выглядеть наша российская команда сможем ли мы сегодня бороться за командное с французами после распада россии многие говорили что союза говорили что дзюдо в россии упадет и что с распадом страны мы не сможем конкурировать с основными дзюдоистскими державами вот этот чемпионат Европы 1994 года показал что те спортсмены которые готовились к нему были готовы и смогли достойно бороться в первый день соревнований очень эффектно победил наш земляк из лесосибирска Олег Мальцев сейчас заслуженный мастер спорта Олег задал тон и вот Сергей вошел в финал по встрече его с французом достойно вошел в финал не проиграв ни одного броска ни одной оценки и вот с французом встреча идет встреча пошла сразу француз идет прием свой мельницы пытается выполнить он Сергей берет плотно атака идет и Сергей очень сильно борется в парке и пытается ему болевой прием сделать он даже видите маленько нагрузил ему там руку француз немножко чувствуется видимо локоточек где-то он ему сделал болевые такие ощущения но французская школа это борцы которые бьются всегда до конца борцы которые никогда их не устраивает низшая медаль будут бороться атака француза стоял Сергей и судья поднимает встречу было видно по ходу встречи что Сергею нужно идти в свою плотную борьбу француз не любит боится этой борьбы и Сергей правильно понял вот еще атаку из дальней дистанции Сергей пытается делать неудачно неудачно француз защищается и вот Сергей сейчас начинает немножечко менять манеру борьбы в борьбе дзюдо должна быть высокая активность иначе судья остановят захват плотный это один из основных Сергея коронных захватов и смотрите француз уходит в защиту он уходит в партер бросает захват и судья уже близок к тому чтобы поднять руку остановить схват но Сергей в партере его атаковал и вот с точки зрения уже дзюдоистов на очень сложной ситуации на очень таком казалось бы ненадежном захвате перешел в атаку и сумел начать проводить прием такой который называется удержание удержание соперника на большей части спины подконтролем в течение 30 секунд не чувствует победу и француз это почувствовал что за и коми есть эта команда и победа уходит от него все пытается сделать чтобы выкрутиться Сергей контролирует эту встречу нужно 30 секунд нужно 30 секунд и тогда схватка будет остановлена сейчас ситуация уже под контролем и Сергей плотно очень держит захват динамически видите пытается защититься француз контроль а вот это уже то чему Сергей шел чемпион Европы 1994 года двукратный чемпион Европы вот маленькая ламбада скромная такая радость сибиряка из города Минусинска на чемпионате Европы по итогам этого турнира Сергей был удостоен звания лучшего дидуиста Европы 1994 года из семьи а вот уже тут и друзья вот тут уже как говорится тренеры спортсмены и болельщики вот с автографами а вот знаменитая Светлана Гундаренко которая пришла также от Сергея поздравить это тут всем приятно победив в этой встрече Сергей вывел команду вперед и уже в командном зачете мы опережаем французов следующий следующий спортсмен из России Драчко Володя закрепил этот успех а вот уже это болельщики они еще будут долго подходить в течение этих дней брать автографы в общем-то и общаться стараться это Хапай знаменитый чемпион мира многократный по самбо подошел поздравил вот знаменитый дзюдоист Хазрет Лицерий там же находится Олег Мальцев в общем все люди которые близки которые разделяют это нам уже машут исторический момент запечатлен педестал почета нашей конкуренты Сергей на верхней ступеньке педестала звучит гимн уже России и всем приятно что мы в 1994 году оказались сильнейшими международными континента награждения награждения фотографии очень много корреспондентов профессиональных корреспондентов всевозможных спортивных журналов газет клубных газет клубных журналов которые в общем-то собирают материал и выдают блестящее и рекламные и методические пособия для своих спортсменов вот и наш гимн слушаем поздравляем Сергея на этом чемпионат Европы закончен субтитры Продолжение следует... Продолжение следует...